Ассаламу алейкум. Всех приветствую. Причина того, что вышел в прямой эфир, то что наша власть, я смотрю, напряглась по поводу 8 числа насчет Асара, по поводу того, что поселки Талабкер 8 августа силами гражданских активистов, то, что мы сейчас заканчиваем дом, мы собрались провести АСАР, и я смотрю, просто сейчас наша трусливая власть немножко напряглась в том плане, что идут массовые аресты, незаконные действия со стороны правоохранительной системы, людей задерживают на трассе без всяких причин, мотивируют разными предлогами и пытаясь, чтобы люди не приехали в Астану. Вот по этому поводу хочу сказать следующее, что мы гражданские активисты на 8 августа Никаких для вас опасных, незаконных действий совершать не собираемся. Наша цель закончить строительство дома, наша цель провести АСАР, наша цель с гражданами, которые приедут на этот АСР, проехать, пройти в сторону кладбища, прочитать дуга, никаких опасных для вас лже-самоизбранных чиновников и всех остальных, для вас этот день никакой опасности нести не будет, поэтому требование расслабиться и не совершать далее никаких незаконных действий по отношению к гражданам Казахстана, которые едут в Астану. В Конституции у нас прописано, что каждый гражданин имеет право на свободу передвижения, на свободу слова и на свободу воли изъявления, поэтому все ваши действия по отношению к простым гражданам, они являются антинародными, поэтому требование не препятствовать тем людям, которые едут в Астану, поселок Талаткер. Еще раз подтверждаю свои слова в том, что никаких незаконных или каких-то других действий с нашей стороны не будет. Мы будем в рамках Конституции, в рамках гражданского права, в рамках человеческого права, мы проведем АС, мы закончим строительство дома, мы прочитаем дуга, почтим память нашего брата Дулата, и все разъедутся по своим делам дальше, домой. Поэтому требование всех отпустить и не преследовать. Продолжение следует...